Объединенный институт ядерных исследований – всемирно известный научный центр, международная межправительственная организация. В его составе 18 государств, и еще с шестью заключены соглашения о сотрудничестве. Это Германия, Италия, Сербия, Венгрия, Египет и ЮАР. Широкое международное сотрудничество – важнейший аспект в деятельности УАИ. Институт сотрудничает с 800 университетами – исследовательскими центрами в 64 странах мира. В составе УАИ семь лабораторий. Лаборатория теоретической физики. Лаборатория ядерных проблем. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория ядерных реакций. Лаборатория физики высоких энергий. Лаборатория нейтронной физики. Лаборатория радиационной биологии. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований УАИ. Физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред. Экспериментальная база УАИ позволяет проводить не только передовые фундаментальные исследования, но и прикладные, направленные на разработку и создание новых ядерно-физических и информационных технологий. Институт располагает уникальным набором физических установок. Это единственный в Европе и Азии сверхпроводящий ускоритель ядер и тяжелых ионов – нуклотрон. Циклотроны тяжелых ионов У-400 и У-400М с рекордными параметрами пучков для проведения экспериментов по синтезу тяжелых и экзотических ядер. Нейтронный импульсный реактор ИБР-2, используемый для исследований по нейтронной ядерной физике и физике конденсированных сред. И ускоритель протонов – фазотрон, который используется для протонной терапии. В настоящее время создаются новые установки. Строится фабрика сверхтяжелых элементов «Дрипс». Реализуется проект класса «Мега-сайенс» комплекс «Ника» – сверхпроводящий коллайдер тяжелых ионов на базе нуклотрона. На долю ОИИ приходится более 40 открытий в области ядерной физики. В 2016 году IUPAC и IUPAP – Международными союзами чистой прикладной химии и физики – признан приоритет Объединенного института ядерных исследований в открытии 115 и 117 элементов таблицы Менделеева в коллаборации с Ливерморской и Окриджской национальными лабораториями США. Элементы 118 в коллаборации с Ливерморфской национальной лабораторией. Утверждены названия «Московий», «Теннессин» и «Аганессон». Всего в ОИИИ было открыто 10 новых элементов. Ранее 105-му элементу периодической системы элементов Менделеева было присвоено название «Дубней». 114-му элементу – название «Флеровий» в честь лаборатории ядерных реакций ОИИИ и ее основателя – академика Георгия Николаевича Флёрова. В ОИИИ было синтезировано около 50 новых изотопов трансактиноидных элементов. Впервые получено прямое экспериментальное доказательство существование острого стабильности сверхтяжелых элементов. Для проведения экспериментов по изучению механизмов реакции со стабильными и радиоактивными ядрами в лаборатории ядерных реакций строится фабрика сверхтяжелых элементов. Создание нового ускорителя DC-280 и его инфраструктуры позволит значительно усилить эффективность экспериментальной базы лаборатории ядерных реакций и быстрее продвинуться вглубь территории острого стабильности. Фабрика сверхтяжелых элементов позволит ученым проводить эксперименты по синтезу первых элементов восьмого периода периодической таблицы Менделеева – 119, 120 и так далее. В рамках реализации проекта DRIPS-3 осуществлен пуск новой установки Акулина-2. Новый фрагмент-сепаратор является основой будущих исследований в области легких экзотических ядер вблизи границ нуклонной стабильности. Реализация данного проекта велась сотрудниками лаборатории ядерных реакций совместно с французскими партнерами. В лаборатории физики высоких энергий строится коллайдерный комплекс НИКО. Особый интерес к этому мегапроекту связан с возможностью обнаружить новое состояние материи – кварглионную плазму. Ученые в ходе экспериментов получат ответы на вопрос об образовании ядерного вещества на ранних этапах рождения Вселенной после Большого взрыва. Коллайдерный комплекс НИКО будет оснащен детектором MPD для проведения экспериментов по изучению адронной материи и ее фазовых превращений. Параметры установки – высокая энергия, колоссальная плотность вещества и разнообразие сортов исследуемых частиц. Открывают возможности не только для фундаментальных исследований, но и для целого ряда прикладных задач – от углеродной терапии, тестирования электроники для космических программ до новых подходов к получению энергии. НИКО включает в себя цепочку устройств и ускорительных систем – от источника ионов, линейного ускорителя, синхротрона-бустера до колец сверхпроводящего коллайдера, и детектором встречных пучков. Комплекс НИКО будет оснащен детектором SPD для изучения спиновых эффектов, который будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера, и детектором BMATN для изучения барионной материи, который находится на выведенном пучке ускорителя нуклатрон. Уникальные по мировым масштабам экспериментальные установки сравнимы с детектором на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНИ. В лаборатории физики высоких энергий налажено производство сверхпроводящих магнитов для проектов НИКО в Дубне и ФЕРР в Дармштадте, Германия. Всего будет изготовлено более 600 магнитов. В лаборатории нейтронной физики действует ИБР-2 – уникальный импульсный реактор на быстрых нейтронах с комплексом спектрометров. Он используется для исследований по нейтронно-ядерной физике и физике конденсированных сред. Проводятся эксперименты по физике, материаловедению, химии, биологии, биофизике, геологии, прикладным исследованиям, направленные на изучение строения и свойств наносистем и новых материалов, биологических объектов. Благодаря этим исследованиям разрабатываются новые электронные, био- и информационные нанотехнологии. В этой лаборатории действует импульсный источник резонансных нейтронов ИРЕН. В отличие от других нейтронных источников, ИРЕН имеет свои особенности – очень короткую длительность импульса и, соответственно, очень высокую область энергии, которые доступны для исследований. Установка призвана решать широкий спектр задач, в том числе и в области прикладной ядерной физики, например, для определения концентрации химических элементов в биомониторах для изучения воздушного загрязнения, а также для обнаружения химических элементов в образцах внеземного происхождения. В лаборатории ядерных проблем ускоритель протонов «Фазотрон» применяется в медицинских целях для лучевой терапии. На базе «Фазотрона» функционирует медико-технический комплекс, где впервые в России была реализована и применяется в сеансах терапии методика облучения глубоко залегающих опухолей протонным пучком. Объединенный институт ядерных исследований участвует в создании глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий из космоса. Телескоп регистрирует слабые вспышки света черенковского излучения, которые возникают в результате взаимодействия нейтрино с водой. Эти частицы являются уникальным носителем информации о Вселенной. Для этого проекта в лаборатории ядерных проблем налажено производство оптических модулей – основного элемента телескопа, которые просматривают определенный объем воды с целью поиска событий от нейтрино в условиях полной темноты. Кластер «Дубна» на озере Байкал содержит около 200 оптических модулей, размещенных на вертикальных гирляндах на глубине до 1300 метров. Кластер работает как самостоятельный телескоп, постоянно идет набор и анализ экспериментальных данных. УИЯИ участвует в международном эксперименте «НОВА» в коллаборации с США в рамках темы исследования нейтринных осцилляций. В лаборатории ядерных проблем создан удаленный центр управления экспериментом. Пучок мионных нейтрино формируется в ускорителе «Фермилаби». Превращение мионных нейтрино в электронные за счет эффекта нейтринных осцилляций наблюдается при сравнении потоков нейтрино, регистрируемых в ближнем и дальнем, расположенном на расстоянии 810 км, детекторах «НОВА». Эксперимент нацелен на измерение иерархии масс и нарушение цепочетности у нейтрино. В лаборатории радиационной биологии с помощью установок ОИИ, нуклотрона, фазотрона ведутся фундаментальные радиобиологические и радиационно-генетические исследования с тяжелыми заряженными частицами. Изучение повреждения ДНК под действием космического излучения особенно актуально при планировании пилотируемых полетов на Луну и на Марс. В лаборатории проводятся работы по теме исследований космического вещества на Земле и в ближайшем космосе, а также исследований биологических и геохимических особенностей ранней Земли. Экспериментальная научная программа ОИИ поддерживается блестящей школой теоретической физики, хорошо развитой в Институте методикой физического эксперимента, с современными информационными технологиями, включая ГРИД-технологии. Объединенный институт обладает мощными вычислительными средствами, которые с помощью высокоскоростных каналов связи интегрированы в мировые компьютерные сети. Ядро вычислительной инфраструктуры института – центральный информационно-вычислительный комплекс. На его базе создан центр уровня ТИР-1 для эксперимента CMS на Большом Адронном Коллайдере. Компактный мионный соленоид – один из двух больших детекторов элементарных частиц на Большом Адронном Коллайдере в ЦЕРНе. Центр ТИР-1 используется как часть глобальной системы обработки экспериментальных данных и данных моделирования событий, поступающих из центра уровня ТИР-0 из ЦЕРНа, а также центров уровней ТИР-1 и ТИР-2, глобальной ГРИД-системы в LCG – всемирного вычислительного ГРИД для LHC. Только в России, крупнейшем партнере ОИЯИ, сотрудничество осуществляется почти с двумя стами исследовательскими центрами, университетами, промышленными предприятиями и фирмами из 55 городов. В выполнении научной программы института участвуют более 260 научных центров, университетов и предприятий из 10 государств СНГ. Объединенный институт ядерных исследований имеет статус наблюдателя в ряде европейских научных структур. ЦЕРН и ОИЯИ обладают взаимным статусом наблюдателя. ОИЯИ в Совете ЦЕРН и ЦЕРН в Комитете полномочных представителей правительств государств-участников ОИЯИ. Весомый вклад внес Объединенный институт ядерных исследований в осуществление проекта ВЕКО «Большой адронный коллайдер». Выполнены все обязательства по разработке и созданию отдельных систем детекторов АТЛАС, СМС, ЭЛИС и самой машины ЛХС. Группы ОИЯИ сыграли важную роль в работах по техническому усовершенствованию Большого адронного коллайдера, модернизации детекторов, а также в получении новых физических результатов. Одним из таких ярчайших результатов стало открытие бозона Хиггса. И здесь физикам Дубны принадлежит большой интеллектуальный вклад. В Объединенном институте ядерных исследований созданы условия для обучения молодых специалистов. Учебно-научный центр ежегодно организует практикумы на установках института для студентов из высших учебных заведений России и других стран. Ежегодно проходят международные студенческие практики для студентов из Европы, Египта и Южноафриканской республики. Для учителей физики стран-участниц ОИЯИ учебно-научный центр совместно с ЦЕРНом организует ежегодные научные школы. Объединенный институт ядерных исследований – многоплановый международный научный центр. Он осуществляет свою деятельность на принципах открытости для участия всех заинтересованных государств, их равноправного взаимовыгодного сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова